Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Иллижа Александр. Это игра под названием НЕК 2. Это сам НЕК. И знаете, друзья, что я узнал из комментариев? А то, что единственный НЕК, за которого нельзя играть в сюжетку, это Рубиновый. А я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы собирать как раз-таки эти самые Рубины. Если бы у нас был Аквамариновый НЕК, или там какой еще, не Рубиновый, а какой там второй камень. Не помню. Короче, если бы у нас был любой другой НЕК, за него, оказывается, можно было бы играть в сюжетку. И я, друзья, настолько сильно расстроен, что вы даже не представляете себе. То есть я собирал реально 20 Рубинов, ради чего? Вот что ты замахиваешься? Вот что ты пытаешься кому доказать? Лежа в канаве, а? Не понимаю. В общем, друзья, это грусть-тоска. Попытаемся собрать Аквамариновый... Куда это ты прыгаешь? Попытаемся собрать Аквамариновый. Если получится, то все будет здорово. А еще этот удар против клонов НЕК работает ну просто отлично. Сейчас это было видно, друзья. И раз такая ситуация, буду рад, если вы поддержите меня с помощью лайков, да. Хороший повод попросить лайк. В общем, друзья, ставьте. Буду вам благодарен. Но мы идем дальше. Тут у нас огонь, пламя, всякий пар, дым и прочее. Давай, выключайся. Ура. И еще один поршень. Что по секретам, оба два найдены. Ребятки, ку-ку! О! О-о-о-о-о! Ого! Ты живой? Нифига. Перепроверю на всякий случай. Да, оба два найдены. И я думаю, нам нужно прыгать вниз. А, нет, я думал, мы на уступ, смотрите, встанем. Видите там уступ снизу? Такой маленький, конечно. Я думал, для НЕКа он в самый раз. А оказывается... Вот как? Как он сюда попал? Что они здесь делают? А можно я вместе с тобой пойду по твоим путем, а? Положи меня в карман или на спину себе. Ты как-то очень ловко перемещаешься по всем этим комплексам, по всем этим локациям и прочее. Я думал, что доктор где-то здесь, но похоже, я ошибся. Хоть ты и нашелся НЕК. Ну, да, спасибо, что освободил, кстати. За это реально спасибо. Хоть ты и сам виноват в том, что я попался, но... Спасибо, что освободил. Да-да-да-да-да, я же зажжал. Ес, на лету, красиво. Обычно только меня на лету бьют, а тут удалось самим на лету ударить. Так, я вижу, вон маленькое окошко. Как думаете, можно? Нет, перепрыгнуть тут нельзя. Да и вряд ли вообще в это окошко можно лезть. Да, скорее всего, просто на лифте едем дальше. Лукас, можно я тебе на голову запрыгну, а? Ты не против? Тогда я прощу тебя, вот прям реально. Тогда прощу. Ладно, я уже постепенно начинаю прощать. Лукас, а если честно... Здравствуй, солнце. О! Вон он, Ксандер. Давай узнаем, что он замышляет. Ну так, где эта штука, которую он строит? А это правда хорошая идея нападать сейчас на Ксандера. Ведь у него есть этот... Давай, что ты будешь делать? Я был у вас тут уже монахи, я вас тут знаю как облупленных. Так вот, точно ли это хорошая идея вот так в лоб идти драться с Ксандером? Почему? Потому что у него же есть этот камень, который может лишить меня сил в любой момент. Нужно подослать к нему какого-то шпиона, и все будет здорово. А еще Нек наконец-то стал каким-то новым. Ледяным. В начале игры нам дали чуть-чуть побегать за него. И наконец-таки сейчас. Ура! А еще он умеет делать так. Нет суперудара, зато есть... Подожди, а что там? Какие-то еще у него суперудары были, я не помню как делается. Помимо ледяного дыхания, что-то же еще было. Нет? Наверное, только ледяное дыхание и эти когти росомахи. Ну да, у железного тоже только один спецудар. Та леска, которую он начинает всех бить. Оу. Оу. А я проскочу? Что-то страшно как-то. Оу, я не проскочу. Я должен заморозить эту штуку, я понял. Все, я понял, я понял, я понял. Почти как прежде. Сюда. Ну, возможно, немного подел. Да-оу, да-о-о. Как же ты, малой, меня достал без... Я даже не встать, встать не успел. Как он меня расстрелял люто. Ладно. Надо его... Вот так, да. Лежим. Вот это совсем другой разговор. Вот так нужно действовать. Грамотно, быстро и четко. Так, смотрите. Тут стоподовая секретка, да. Даже Нейк уже говорит, что секрет близко. И я его вижу. На локации у нас их будет ровно три. Окей. А аквамариновых нам нужно, по-моему, четыре. Я в прошлый раз затупил. В прошлом ролике. И случайно не тот взял. Надеюсь, это будет аквамарин. Хочу побегать хотя бы один уровень с аквамарином. Ну, естественно, это топаз. Конечно. Ладно, хорошо. Еще мне предлагали попробовать подраться с прошлыми боссами в режиме Рубинового Ванека. Но мне кажется, эта идея не самая лучшая. Почему? Потому что... Как бы так сказать. Во-первых, вот лед. Во-вторых, боссы практически всегда, они более или менее скриптованные. И не получится использовать навыки Рубинового Ванека на боссах, скорее всего. Например, вот прошлый босс большой. Видишь, как мы были здесь впервые, и ты бросил вызов монахам. Я бросил вызов монахам. Как вот, тот большой робот. Потому что там, ну, и может, не телепортируешься за спину, да? К сожалению. И вихрь вряд ли на него сработает. Так что, ну, идея хорошая, прикольная, но вряд ли сработает. Так, я по поводу бросил вызов монахам. Как эту штуку включить? Почему она не включается? Это монахи бросили мне вызов. Точнее, они просто напали на меня. Жестко причем. А я фигню сделал. О, а как? Жесть, не вовремя. Вот так. Вот так. И вот так. Ура, друзья. Черт возьми, запутали. Запутали деда. Вы запутали деда. А, 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 ага. А я тоже умею кидаться. Ты знал об этом? Ты знал об этом? Так, немножечко реликтов. Самую малость. Всего лишь пару сантиметров при росте. Но вам все равно приятно. Это ножики он меня кинул, да? Я так думаю, что больно. Класс, весь лед сбросили. Обидно. Да, блин, я же бью тебя. Ну, ты что, я же бил. А дэмэдж не прошел. Ух. Так, а наверх можно? А, а уже никак. А уже не вверх. А уже наверх никак. Так, еще два секрета. Слушай, а мы их точно не пропустили? Думаю, что нет. Посмотрите, тут куча механизмов. Дальше здесь не было этих машин. Что задумал Ксандр? Обычно там, где механизмы, часто встречаются секретки. Так, а вот здесь будет, конечно, проблематично. Я, скорее всего, раз шесть умру, наверное. Проскочил? Не проскочил? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, задумка была хорошей, да? О, я понял. Проскочить-то там и не нужно проскакивать. Нужно заморозить шестерни. А зачем проскакивать? Йес. Тут тоже заморозим. В нужный момент. Вот так. Надеюсь, механизмы недостаточно тяжелые, чтобы мощные. Чтобы все это дело сломать. А как забраться наверх? А, я понял. А сразу сказать нельзя было. Вот так. Совсем другое дело. Сразу бы сказали, что так и так. Вот так, да. Ха-ха, просочился, отлично. Сразу сломать вот этого. Конечно, нэг вот бьет всех, всех кого угодно, только нифига вот это полет. Всех кого угодно, только не того, кого нужно, как всегда. Да. Что, что, кнопки нажимаетесь? Ну, я сам виноват. Но почему нэг вначале бьет совсем не того, кого нужно? Вот тебя бей. Вот так, вот так. Процесс пошел, вот так. Во. Что сложного? Ничего. Я сам, получается, затупил, а обвиняю нэка. Не, ну нэк тоже не туда ударил. Мы оба виноваты, да? Давайте будем честны. Так, я секрет чувствую. Я чую секрет. Вопрос, где он? Вот он. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давай. Я колдую, заколдовываю и приказываю аквамарину появиться. Вау, я думал, вау. Остался всего лишь один. Я думал почему-то, что больше. Класс. Аквамарин, топаз и еще какая-то зеленая фигнюшка. Так, ну запрыгиваем. Надеюсь, в следующем сундуке будет аквамарин. Прям хочется, хочется. Ну давай, пообщаемся. Опять Лукас во все виноват. Ха-ха-ха. Собрать что-то из обломков роботов, это очень умно. Но, если уж делать, то делать на совесть. Узрите, машина Армагеддона. О, давай. Обожаю такие вещи. Вот это я понимаю. Вот это крутота. Вау. Машину Армагеддона? Перебор. Машина разрушения звучит просто. А машина конца света длинновата. Безумец. Да, так и есть. Как бы то ни было, я рад, что вы, ребята, подоспели к финалу. А-а-а. Ты знаешь, что от этого бывает. Править миром. Этим миром. Вы, люди, не достойны моего правления. Очевидно, что нам надо вернуться к истокам. Когда Мариус говорил, все замирали, потому что между ними и смертью стоял только он. Я собираюсь вернуть былые времена. Города, села, деревни, ловушки так называемой цивилизации. Мы слабеем! И чтобы дать вам личный мотив, я начну именно с тех, кого вы любите больше всего на свете. Машина Армагеддона достигнет Нью-Хейвена, и они первыми встретят судьбу. Он реально поехавший, мне нравится. Черт возьми, Аксандр классный злодей. Я таких люблю больных. Как ровно, что он собирает из деталей роботов. Ну и громадина. Это же круто! Он же реально больной на голову. И Лукас опять во всем виноват. Он дал идею Аксандру. Сам того не хотя, он два раза поставил мир на грань гибели. Это нормально. Красава, Лукас, так держать. Вот это его любимый прием, кстати, прыжок. Да, давай уже. Любимый прыжок. А еще он очень придумал странный план. За тысячу километров, там или сколько до этого города, условно, да? Пару сотен километров. Пара сотен километров, подвесить чуваков, типа, чтобы они ждали этого. Ну, это глупо, конечно, но это прикольно. Это только, ну, реально поехавший псих мог бы такой план придумать. Он реально не зловещий, а идиотский. Подвесить челов. Висеть где-то там, далеко. А что, это оказывается не это, а оказывается вот это. Я понял. А я что-то... О-о-о, класс, я просто соскользнул. Не знаю, почему он прямо соскользнул. Так, вот теперь тут. Короче, мне нравится Ксандр. Поначалу он меня бесил, а теперь он мне нравится. Я что, и как мне пройти? Можешь заморозить? Вау, можно остудить. Прикольно, я не знал, что так можно. Быстрее тогда действуем. Давай. И он прямо хочет, чтобы мы сражались с этой машиной Армагеддона. Потому что не просто так же он, ну, этих чуваков подвесил там. Ему весело с нами драться. Смотреть на что способен Мэг. А может быть он опять его изучает? Он почти такого же размера, что Егор. Как это было в прошлый раз, когда мы... Нифига, он просто... Откуда ты? Я даже не видел тебя. Как ты там оказался? Короче, он его мерно изучает Нэка, как это было в первый раз. Как считаете? Такое может быть? А, да? Все, мне конец. Нет? Еще. Ноль демоджа, классно. Опять на лицо мне прыгает. Да дай, я не могу ударить. Я нереально хотел ударить, но не смог. Так, друзья, сейчас все получится, я надеюсь. Главное вот этих двух малышей ликвидировать. А дальше дело нескольких секунд. Вот куда ты летишь со своей, блин, дубинкой? А что, откуда лед везде делся? А, классно. А лед просто испарился. Вставай! Лежит полвека. А, я ж бил вроде бы. А я ж вроде бы бил. А я ж вроде бы бил. Я думаю, все видели, что я бил. Но он не бил. На, дай, ударю тебя. Ну, запарил ты! На! На! Во, победа! Во! Жесть! А куда лед? Как он? Почему лед с меня спал? Меня вроде даже никто... Ну, сильно не ударил. А при этом лед просто рассыпался. Спасибо. Ну, и что ты? Ага. А чего? Он как бы копия Нека. И Лукас говорил, что я сильнее. Но при этом у него бомбочки какие-то есть. А я тоже хочу себе бомбочки. О! На них работает щит. А раньше не работал. Блин, так если бы я знал, что щит работает, так я бы в пять раз проще бы прошел. Блин, серьезно? Ну, получается так, Лукас, да. А мне сюда? А мне куда? Подожди, где секретка? Тут секретка или... А, тут этот опыт. Не совсем секретка, но тоже приятно. Так, главное не свалиться случайно. Хорошо. Все ломаем, друзья. Дэк призван сломать все. Абсолютно. А знаете, что было бы разумно сломать? Вот эти несущие балки. Тогда бы робот просто обвалился, наверное. Он же еще не достроен? Или уже достроен? Тут секрет есть? Не, здесь только это. Механизмы шестерни. Так, ну ждем нашего этого. Платформы. А я вижу опыт, кстати. О, класс! Отличная идея была. Запрыгнуть не допрыгиваю. Попытка номер два. Заход номер два. С платформы на платформу. И на платформу с платформы. Вот так. Теперь аккуратно спуститься бы вниз как-нибудь. Давай. Давай, давай. Опа! Хе-хе-хе-хе-хе. А перепрыгнуть я смогу? Без потери. Да. Так, тут секрет. Да, тут секрет. А как наверх попасть? А-а-а! Это опасно? Класс. Блин. Давай. Ух, получилось. Давай, друзья. Хоть бы это был аквамарин. Пожалуйста, игра. Пошли мне аквамарин. Сделай меня счастливым. Да. Аквамарин новый реликт. Новый нэк. Прыбки нэк. Нэк оптимизированный с упором на скорость. Э-э-э. Ну я выбираю как бы грубую силу, что касается нэка. Грубая сила эффективнее. Ну давай посмотрим. Подожди. Так. Выбрать персонажа. Посмотрим. Л2 плюс квадрат. Ударная волна. Ну как опять? Ну только на карте. Меня опять обманули. Вся моя жизнь обман. Почему только на карте? Ну. Только на карте мира. Это отстой. Я не хочу больше собирать никакие артефакты. Все зря. Все зря. Ну хотя бы ледяной, но и красивый. Как же мне он нравится. Хорошо. Да. Хорошо. Я добью тебя сейчас. На. Выкинул. Просто. Так. Что у нас здесь? Да я устроен. А. Я наверное понял, почему лед спал. Его было очень мало. И одного удара хватило, чтобы полностью снять оболочку с меня. Наверное так, да? Я все это время думал, да, друзья, об этом. Ха-ха-ха. Так. Здесь огонь у нас. Но ничего страшного. Этого мы не боимся. А стоило бы. Слишком близко подхожу. Ес. Успел. Так. Запрыгнул. И сразу сюда давай. Дальше платформа. Это был последний секрет. А. Класс. Ха-ха. Класс. Что-то быстро как-то она улетела. О, там их трое. Вот это будет рубилово для меня. Сначала мелких. О, и все бросаются чем-то. Да. Да не бросайтесь хотя бы по одному. Да по одному что-то можно делать. Да по одному. По одному. По одному. По одному. По одному. Давайте по одному, ребятки. Эй, не. Эй, дай хотя бы две. Еще 15 лет встает. Яс. Бенус один есть. Ага. А как тебе такое? И такое. И вот такое. Слушай, а знаешь. А без ледяного облика он эффективнее здесь. Почему? Потому что я могу вот этот удар делать. А в ледяном облике сделать его нельзя. Он только замораживает. Это все в заправку. Стоит Ксандру оказаться на борту, жди неприятностей. Но по сути заморозка она нафиг не нужна, потому что мне есть бумеранг. Он действует идентичным образом. Получается ведь, да? Так что какой в этом смысл? Я не знаю. Вот мы и добрались докуда-то. Ну, крутой же, а паучара такой? Ну, он очень неповоротливый, мне кажется. Ты сможешь допрыгнуть? Выбора нет. Бери самолет и найди меня. И как я допрыгну? Если только катапульта какая-нибудь будет. Или некапульта. Ой, это опасно. Или наоборот, полезно. Как удобно и вовремя это колесо появилось, правда? У Нека, кстати, хорошая реакция. Это представляете, насколько она должна быть отличной? Чтобы на лету просчитывать вообще обстановку вокруг. И понимать, за что зацепиться, где оттолкнуться. Где приземлиться и так далее. Это мы замедленно видим. А на самом же деле все быстро происходит. По идее. Удачи, друг. Да, по сравнению с городом, конечно, вещь лютая. Мега огромная. Отлично. Это же города монахов. Нет, разве они выглядят, как города монахов? Да, на этот раз придется попотеть. А сколько людей в этом городе было? Елки-палки. Еще два реликта. Так, эта машина шевелится. Как бы слезть вниз и не разбиться? Никак. Так, похоже. Подожди, я маленький нэк. Надо аккуратно-аккуратно попытаться вот как-то сюда. Может быть, вот так. Да, реально, вместе с машиной нэк падает, шевелится. Ну, это то же самое, что было в прошлом ролике с большим роботом. Только это мега-большой робот. И это прям отлично. Так, нам сюда. Аккуратно. Аккуратно. Еще более аккуратно. А куда дальше? А, на поршень. Я понял. Жесть. Что я сделал? Ну, я выжил, главное. Мы же уже бывали в прошлой миссии на этом роботе. Почему мы на нем не остались? Почему мы побежали дальше? Мы, помню, по такому колесу карабкались. И на поршне тоже бывали. Приветствую вас, братья. Мы отправляемся в путь, чтобы спасти жалких и ничтожных людишек. Человечество задыхается в грязных переполненных городах. Забыв о пути монахов. Мы образуем их. А может быть... А может быть люди не хотят следовать пути монаха? Нельзя их заставлять? Это просто не круто. Так, нам сюда точно. Это просто не круто. Вообще не круто. И он хочет просто уничтожить всю цивилизацию. Эти идеи сумасшедших злодеев, которые, типа... Блин, я хочу уничтожить мир, потому что этот мир прогнил. И всякую такую дичь загоняют в таком духе. Это всегда очень странно. Я хочу уничтожить мир. Я все уничтожу ради того, чтобы... Ну, потому что я хочу, чтобы все было уничтожено. Ну, потому что я такой злобный, и весь мир прогнил. Да. Надо его срочно уничтожить. Вместо того, чтобы исправить, надо уничтожать. Ну, это странно. Но на то они и безумные злодеи. Которые должны все что... Вечно что-то ломать. Уничтожать. Это их призвание. Иначе их жизнь не имеет смысла. Но это чисто такие злодейские злодеи в квадрате. Так я ни одной секреты, кстати, не нашел. Уверен, что мы пропустили хотя бы один. Слишком уж много тут всего, и куда можно залезть, наверное. Хотя таких мест я и не увидел. Но я уверен, они есть. Эй, Лукас! Встретимся на вершине! Ну, пошли. А мы уже и правда, смотрите, по ноге забрались. Прямо почти до самого робота. Прямо до самого центра. И, кстати, да. Если секреты мы пропустили... Я даже не буду сильно переживать на этот счет. Потому что... А какая нафиг разница уже? О, двоих, класс! Налорчился с ними драться. Нравится, нравится, нравится. Еще бы 10 минут назад я бы страдал от них. А сейчас нормально. Ну, и куда я бегу? Так, что это и где это мы? Уже внутри понимаю я так, да? Ну, давай. И где Ксандр нашел таких лютых инженеров? Которые смогли бы такого робота собрать? Вряд ли монахи офигенные... Хотя, блин, реально... Почему монахи офигенные инженеры? Он же отрицает технологии, по идее. Но сперва они смогли создать слабых клонов вот этих вот Нека. Потом они создали усиленных клонов Нека. Потом они восстановили этих и улучшили Титанов. Ну, то есть, они жесткие. Они обладают самыми лучшими технологиями при всем при этом. А, ну ведь можно использовать оружие врага для того, чтобы победить его, да? В этом нет ничего такого. Что он собирается сделать? А ты что собираешься сделать? Я собираюсь в секретку зайти. Именно вот в эту, да. И это у нас... Чего это у нас? А у нас это... Топаз. Ладно, уже какая разница? Хоть топаз, хоть алмаз, хоть рубин. Хоть аквамарин. Так, надо за пушкой, хочу посидеть. Можно? Пиф, 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 хочу паф сделать. Че, не в кого стрелять даже? Как-то и обидно. Ладно, поднимаемся. Опа. О, сейчас будет сложно, я чувствую. Сейчас я упаду. Вот прямо... Смотрите, друзья, проверяйте. Ладно, я не думал, что там есть дым, я не заметил его. Я не специально. Ждем. Ну, не упал даже. Жаль, во время прыжка он не может... Этот... Бумеранг кидать. Да, не может. Только по приземлению. Обидно. А было бы очень удобно. Бывало множество случаев, когда это могло бы спасти жизнь. Неку. Это ты, Нек? Да. Как изобретатель. Да. Я думал, что ты никогда не сможешь попасть на борт. Ооо. Узли почти неисчерпаемую энергию артефакта. Ее хватит, чтобы уничтожить каждую деревню и каждый город на планете. Ее хватит, чтобы вернуть нас во времена Мариуса, когда миром правили сильные. Я очищу эту землю огнем. Ооо. Ну, на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя и не разрушайте мир, пожалуйста. Пока. Пока.